Кос и скуку. Ну, а теперь готовится к старту мужчины. И, наверное, нужно сказать о судействе, чтобы было понятно, как же оцениваются прыжки спортсмена. Судейству, в принципе, аналогично судейству во всех сложно-координированных видах спорта. Так же, как в прыжках в воду, здесь оценивается качество отталкивания, полёт и приземление. Единственное отличие в том, что судьи ранжированы. Двое из судейской коллеги оценивают приземление, и трое – качество полёта и отталкивания. А по какой системе? По десятибальной системе. Оценка выставляется по десятибальной системе, суммируются оценки судей и выставляется общий итог. Давайте посмотрим за исполнение прыжка. Значит, выполнен двойной с винтом, неудачное приземление. Спортсмен немножко перекрутил. И поэтому упал на спину. Надо сказать, да, он недоволен. Надо сказать, что это спортсмен. Это его конёк, акробатические прыжки. Он сам из гимнастики пришёл. И в команде его так со смехом называют «камикадзе». Сейчас к старту готовится Сергей Лишенко, 28-й номер. Он из Николаева и уже имеет звание чемпиона мира среди юниоров и по специальности, как мы говорили, он акробат. Разгоняется сильно. Тройное сальто с винтом и не совсем удачное приземление. Ну а сейчас мы увидим прыжок несколько отличный от того, который сейчас наблюдали. Под 41-м номером Евгений Солодяников, как раз спортсмен, который участвует в комбинации. Тоже имеет звание чемпиона мира среди юниоров, но именно в комбинации. Поэтому он выполняет прыжок с прямого трамплина для прямых прыжков. Вот это два винта и разнушка. Ну, объяснить? Да, наверное, объяснить. Такие лёгкие прыжки выполняют те, кто участвует в комбинации. Дело в том, что это зависит от сильной специализации. Вот Солодяников Евгений, он в прошлом горнолыжник. И поэтому ему трудно овладеть прыжками суперсложности. Ну а сейчас старт примет Андрей Лисицкий, номер 27. Вы уже говорили мне, что он один из самых опытных в сборной команде Советского Союза среди акробатов. Да, здесь он эталон для наших молодых спортсменов. Он выполняет самый сложный прыжок программы, тройной, с тремя винтами. В принципе, и на Кубке мира этот прыжок был наиболее сложным. А какое место он там занял? Третье место он там занял. Это его большой успех. Там были серьёзные конкуренты? Ну, там были звёзды мирового фристайла. Поэтому этот результат очень значим. Ну а вчера в первом виде программы, вернее, на первом этапе Кубка Европы, как раз он и стал победителем. Да, теперь посмотрим, он не слишком серьёзно настраивается, видимо, уверен в своих силах, управляет там что-то небрежно. Но посмотрим, как он выполнит прыжок. Здесь вообще мало спортсменов, которые задают хорошую скорость перед трамплином и высоко взлетают над трамплином, над склоном. И вот как раз Андрей Лисицкий может показать высокий класс исполнения прыжков. А от скорости зависит взлёт и, соответственно, траектория полёта. Ну вот, наконец-то спортсмен решился. Даже мне показалось, что он несколько притомозил. Удачным и так поразил всех, что я думаю, у вас гора называлась «Спящая красавица» в переводе. Такой праздник способен разбудить даже «Спящую красавицу». Но я очень надеюсь, что это только первый шаг. И ещё отсюда, с этих склонов горы Айфа и Венчор будут вестись и телевизионные репортажи не только на Советский Союз, но и на весь мир. А пока бригада Мурманского телевидения прощается с вами в надежде на новые встречи. Субтитры создавал DimaTorzok 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 Субтитры создавал DimaTorzok